Во время своей прямой линии 29 ноября Ради Хабиров, по сути, бросил перчатку силовикам, заявив, что в период его правления никакой такой коррупции в республике не расцвело, вся история с Беляевым – это дела давно минувших дней и не имеют никакого отношения к самому Радио Хабирову, ну и так далее, и так далее. Ради Харитович просто взвился на этой прямой линии, даже когда ему был задан срежиссированный вопрос. И на минувшей неделе прокуратура Республики Башкортостан обстоятельно ответила обнаглевшему губернатору, как все обстоит на самом деле. Прокурор Республики Игорь Пантюшин, я так полагаю, побрезговал лично махнуть Хабирова в его же собственную команду, но сделало это было руками начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере противодействия коррупции Сергеем Варнавским. Сергей Николаевич огласил итоги противодействия коррупции за 2023 год, причем эти итоги были, судя по всему, по результатам 10 месяцев. Так вот, в Республике Башкортостан, в среде этой кристально чистой команды Х, было выявлено более 4,5 тысяч фактов коррупции, и 90% из них – это получение взяток чиновниками и руководителями крупных государственных структур или предприятий. Причем максимальная взятка составила аж 31 миллион рублей, а средняя колеблется от 15 тысяч до 100 тысяч рублей. Общий ущерб от коррупции и нарушений коррупционного законодательства в среде команды Хабирова, дорогой Ради Фаридович, кстати, этот ущерб составил 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Причем удалось арестовать имущество и активов коррупционеров только на 2 миллиарда и 100 миллионов рублей. То есть, дорогой Ради Фаридович, еще раз, прямой ущерб бюджету и государству от деятельности команды Х в этом году составил чистыми 500 миллионов рублей за неполный год. Также прокурор Варнавский сообщил, что в бытность Хабирова, главой Республики Башкортостан, появилась некая особенность коррупционных преступлений, которые раньше не наблюдалось. Ну, чиновники, конечно, не перестали брать себе просто в карман, но стали брать и давать взятки не только для прямого обогащения, но и для того, цитирую Варнавского, чтобы создать видимость эффективной работы. То есть, показуха, как стиль работы команды Х, уже перекочевала и в среду коррупции. Ну, так что там, Ради Фаридович, с вашей кристально чистой командой 4 500 случаев коррупции по республике за год?